Продажа фруктов с земли бросается в глаза, тем более здесь, в подземном переходе, где уже около трех лет запрещена любая торговля. Но, как ни странно, покупатели груш, яблок и винограда находятся, а на спрос, как известно, рождается предложение. Они не платят налоги, не платят пенсионные взносы, не платят за аренду помещения, понимаете? Продавцу не платят зарплату, сами работают. Поэтому цена ниже, людям дешевле, конечно же. Но гарантию качества никто не может нести, потому что непонятно, откуда товар взят. Люди покупают, конечно. Спрос есть. Некоторые довольны, что вместе стоим, работаем. Но недовольные проверяющие структуры торговли овощами и фруктами в подземке не красят курортный город и противоречат эпидемиологическим нормам. Своим детям Лариса Воеводина эти фрукты не купила бы. Потому что антисанитария на полу стоит все. Поэтому нет, я думаю. В результате ежедневных рейдов на торговцев составляют административные протоколы. Теперь придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. Товар подлежит конфискации. Но через некоторое время все вновь на своих местах. Вот эта женщина, которая, по ее словам, под 80 торгует постоянно вблизи остановки Светлана. У них, я бы сказал, уже образ жизни, наверное, такой, понимаете. Они, многие из них, с семьями здесь работают. То есть дети помогают им. Мы неоднократно уже выявляли этот факт. Правда, на момент работы нашей камеры и сотрудников Хостинской администрации фрукты были спрятаны под черный пакет. Но надолго ли? В микроволновении Светлана у нас по улице Черноморская, выход к пляжу, есть четыре торговых места, где разрешено торговать пенсионерам. Почему вы там не торгуете? Вы можете объяснить, почему именно здесь вы постоянно торгуете? Ноги болят. Автобус тут, я шлезла, вот тут села. Я туда не могу ходить. Победить несанкционированную торговлю сложно. Она возникает стихийно, и те, кто перепродает фрукты и овощи с ярмарок, меняться не хотят. Хотя для них уже организованы здесь же, на Светланинском рынке, который находится в 20 метрах от подземного перехода, торговые места. Эти столи предназначены для пенсионеров. Вот раз, два, три, четыре, пять столов для пенсионеров, которые продают в пешеходном переходе. Неоднократно было сказано, что приподнимайтесь наверху без оплаты, без аренды. Пожалуйста, пусть торгуют. Стоят здесь. Здесь, как обычно, просто постоят, потом как уйдут, потом спускаются опять же вниз. Это просто мы не можем ничего с ними делать. Вот, пожалуйста, столи здесь свободно. Для них. Задача у всех одна. Торговля в Сочи должна быть организованной и цивильной. Но не только от проверяющих структур зависит, появятся на тортаре ведерки с фруктами. Многое зависит и от покупателей. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.